Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Гайене и видеоуроки по французскому языку Le Francais Portois. И сегодня, да, снова мы с вами будем говорить о грамматике, но на самом деле не будем говорить о новой теме. Сегодня поговорим о старой, о двух прошлых грамматических темах, притяжательные местоимения и указательные местоимения. Если помните, рассматривали мы эту тему не так давно, но сегодня рассмотрим две эти темы вместе в одном аудировании. Итак, les pronouns démonstrative и possessive, ну или possessive et démonstrative, указательные и притяжательные местоимения. В русском языке, напомню, это такие слова как мой, наши, ваши, его, их. Или, если говорим о указательных местоимениях, это тот, та, те. Но, как вы помните, стопроцентную параллель между русской грамматикой и французской провести невозможно. Поэтому еще раз скажу, если этих тем вы не знаете, то либо посмотрите уроки по этим темам, аннотации на которые сейчас появятся на экране, и они будут в описании. А если вы с этими темами знакомы, то сейчас проверим, насколько хорошо вы разобрались с ними. Итак, аудирование будет вроде как небольшое, но достаточно насыщенное. Вот именно этими двумя грамматическими темами, так что будьте готовы. Итак, аудирование называется «un buffet dans le jardin». Ну, можно сказать, как «обед в саду». И, как по старинке, наш неполный текст. Тут, прослушав аудирование, вы должны будете поставить те наши либо указательные, либо притяжательные местоимения. Обратите внимание, тут я осознанно вписала перевод тех указательных, либо притяжательных местоимений, которые должны появиться. Поэтому советую вам уже сейчас нажать на паузу, прочитать текст и, возможно, уже проставить пробелы. Таким образом, проработав текст сейчас, вам будет намного легче, когда вы будете прослушивать само аудирование. Короче говоря, процессом руководите вы сами, нажимайте на паузу, когда вам удобно, а мы поехали, я включаю аудирование. «Un buffet dans le jardин». «Un buffet dans le jardин». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот наш текст Мишель, передай мне, пожалуйста, свою тарелку Нет, вот эта тарелка, это тарелка жиля Моя, это та тарелка, которая находится возле блюда, вон там вот Я уже не знаю, куда я положил свою, то есть свою тарелку Я взял тарелку Клэр по ошибке Слово тарелка заменяется, вы видите тут везде А этот наполовину пустой стакан, или наполовину полный, как хотите Он чей? C'est celui de Полет Это стакан Полет Нет, вот эта тарелка, вон там вот Возле стаканов, Пьер и Сары Какая же неразбериха, друзья мои Машина красная Je vois que c'est la notre Я вижу, что это наша машина Je vais aller la changer de place Пойду-ка я переставлю ее, поменяю место Итак, как видите, весь этот текст насыщен либо указательными, либо притяжательными местоимениями Конечно, можно было бы вместо них употребить существительные То есть говорить конкретно слово машина, стакан, тарелка Но эти слова могут заменяться этими формами Ну, поскольку аудирование было нацелено именно на то, чтобы вы разобрались и увидели, как взаимодействуют вот эти вот формы грамматические Поэтому тут, конечно, обошлись вообще без существительных Зато вы наглядно уже увидели любые способы, когда могут употребляться сложные и простые указательные местоимения и притяжательные местоимения И напоследок прослушаем аудирование последний раз Ну вот и все! Наше аудирование подошло к концу! Я благодарю вас всех за внимание! Merci à tous! И надеюсь, что увидимся мы с вами скоро уже в следующем видеоуроке Всем хорошего дня! Allez, mes amis, а бьント! А ла прощэн!